Выявление эффективных некерунков сопротивления, именно так, спормирует основная мета-визита у Гомель делегации Магнитогорска. Метод тем больше актуальный, что сейчас сопротивление между городами в экономической и гуманитарной сферах практически отсутствует. Подчас встречи у Гарвоконка Мягочевица-Личба, сегодня у Дельная ВГ Усёй Челябинской области, на территории, в которой находится Магнитогорск, у товарооборотов Гомеля складает всего 1,3%. И тенденции до повеличения, это показчик немая. За одного боку, причину такого остановища можно шукать у отлеглости помеж городами 2260 километров. На автомобилях это больше 35 годин у дороги. Разом с тем, сирот партнеров Гомеля, есть и больше отдаленные российские регионы, супрационистов, за якими, заявляются значно больше эффективным. Необходно реальное ожидание усталевания контактов, перш за все непосредственно помеж субъектами господарения. С этой думкой погажаются ободбабаки. 70% из всей продукции идут на экспорт. Только 30% для внутреннего потребления. Поэтому Россия, конечно, всегда была главным партнером. Экономика – это все-таки главное. Это как поезд, локомотив, который вытягивает все остальное. Будет это, будут все остальное приложиться обязательно. Хоть и супрационистство у гуманитарной сферы сегодня витается так само, у Речте у Гомеля есть серьезный науковый сектор, який может не только пропоновать сучасные распроцовки у разных сферах, а ли и выконовать конкретные заказы субъекту господарения Магнитогорска. У Горде развивается больше 50 видов спорта, что дозволяет оказать об реальности проведения суместных турниров. А прачатаго у россиян цекавець гуманитарный опыт по доброупорядкованию городских территорий. У Вугули сегодня у России и Беларуси разные модели экономичных относинов и кирования господаршими комплексами, а ли при наявности ожидания супрационничать, это не является перешкодой. Первым кроком станет распроцовка рабочего плана установления контактов. Причем уже в ближайший час размова может идти об взаимном укладании инвестиций. Правда, тут необходимо все детально пролечить. В любом случае, да, взаимоотношения могут быть только взаимовыгодными. Они не могут носить односторонний характер. Поэтому я вот так не ставил бы вопрос, кто куда должен инвестировать. В любом случае, даже если кто-то куда-то инвестирует, это делается только на взаимовыгодных условиях. Поэтому эффективность должна быть прежде всего, и эффективность должна быть для обоих территорий. Сустреча у Гомельским гарлоконками завершается обменом подарунками. Магнитогорцы привезли для Мясового музея редкой книги приоритетное выдание нарыцы по истории Камяню, як символ початку больш активного супрацовництва. Олег Сентюров, Игорь Мариченко, Телера до компании Гомель.